Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Баду Кадину. У нас еще одна партия, третий Дан Фокс. Я играю черными, двойной комоку. Так, здесь сыграю сюда. Здесь что-нибудь такое. Ага, будет у нас борьба. Ну, в принципе, раз он не отпрыгнул, то я могу просто вторгаться. У меня тут как бы миа, и я могу много чего сделать, пока непонятно чего. Ну, вот сейчас я возьму по ноге. И, наверное... Как не сыграть? Какой-нибудь такой ход. Ну, тогда я под атаку попаду. Можно накрыть. Но он тогда сюда. Хотя, ничего страшного, если он сюда прям сыграет. Наверное, он подальше сыграет. Ага, все-таки сюда, как я сказал. Тогда я буду отсюда еще атаковать. Он, наверное, прыгнет. Я тоже здесь прыгну. И он будет сейчас как-то контратаковать мою форму, потому что она не завершенная. И будем пробовать что-нибудь сделать. Ну, да. Он тут должен ее хорошенько проатаковать. И она пропускал ходов. Но вот здесь я думал, что он все-таки сыграет до 15. Это санта. Но я здесь сам всегда сыграю тогда. Раз он сыграл такой ход, тогда я должен защитить вот это разрезание. Потому что светит от Арии и разрезание. Если он вытянется, ну или как-то так сыграет, то я могу просто играть Хана. Он может порезать. Ага, он не стал резать. Двойной Хана это, конечно, наглость сейчас будет с моей стороны. Но почему бы нет. Давайте проверим его на прочность. Он должен нарезать сюда. Молодец. И отодвигаться. Да, это правильный путь. Вот. Дальше. У меня нет времени пока реализовывать ничего здесь. Я должен выживать как-нибудь. Пока сюда похожу. Еще не факт то, что выживу. По-моему, можно просто спуск играть. Но он тогда сюда, да, проходит? Что-то я не вижу второго глаза. Неприятно. Давайте я сюда похожу. Он, наверное, будет играть в 14. Или просто прыжок. А, он так играет. Тогда, не понял я. Атари хочет поставить? Я не понял. У меня два глаза. Он не убил. Он мог, по-моему, убить эту группу. Но все равно он очень сильно укрепился. И пока ничего хорошего для черного здесь нет. Он еще сильнее укрепляется. Это очень опасный, очень тревожный знак. Ну, раз он не может убить мою группу, я должен как-то играть от этих камней. Наверное, я сперва прыгну сюда. Он будет резать либо... Ну, скорее всего, так, да. А, вот он все-таки что-то хочет. Но я сюда. И он хочет... А, он Атари не вставил. Но я соединюсь. Я живой. Но я все-равно живой. Да, вот он теперь режет, как я сказал. Так, так, так. Давайте я для разведки сыграю такой ход. И потом попробую это порезать. Так, так, так. Атари я спускаюсь. Ну, вроде бы я могу порезать, да. Правда, в ущерб все делается в моей центральной группе. Хорошо, я сыграю здесь. Тогда, в принципе, я доволен. Здесь тоже ничего страшного нет. Я могу вот так даже сыграть. Он не может меня блокировать, потому что я порежу. Да, он должен сюда играть. Я могу сюда походить. Да, теперь он сюда. Ну, здесь я тоже могу что-нибудь придумать. Хитренькая. Например, такой ход вкинуть. Если я подвинусь, что он будет делать? Я подвинусь. Ну, я могу это все сильно сжать, но все равно мои три камня умрут. Да, все равно они умрут. Но будет красивая смерть. То есть, он должен протыкаться. Я Атари. Он пробьет. Я Атари. Он соединится. А, ну, может... Да. Все проще. Он сыграл так. Я тогда Атари. И могу здесь прилипнуть. Я не уверен, что вообще вот вся эта ерунда была хорошим планом для меня. Совершенно не уверен. Что если я сюда сыграю? Очень хочется сюда сыграть. Он сюда. Я сюда. А, то есть мы меняемся, он порежет что ли? Ой. По-моему, это не в его пользу обмен. По-моему, здесь так тесно и так мало очков. Я с удовольствием как-нибудь добавлю здесь ход. Какой-нибудь такой. По-моему, он не может убежать. Ну, вот он выпрыгивает. Но здесь, как я сказал, и так мало очков. Очень странно. Наверное, я здесь заберу Пануки. Пока есть возможность. Но он тогда как Ари сыграет, да? Поэтому что мне? Агейму сыграть? Давайте сыграю Агейму. В общем, очков у Билого много. То есть он еще не проигрывает. Все в порядке глобально. Здесь у меня получается такое, можно сказать, какое-то мою. Поэтому я буду прилипать с внешней стороны. И дальше... Ну, наверное, такой Джосики выберу. И дальше двойной Хану, по-моему, можно играть. Очень давно я не играл. Такой вариант. Да, он сюда. Потом он... Потом зачем-то сюда. Я тогда пока вставлю Атари. И, наверное, здесь вытянусь. Так, он выпрыгивает. Я пока прилипну сюда. Но, наверное, он все-таки отсюда убежит. Наверное, он все-таки отсюда убежит. Просто он может прилипнуть сюда. Да, вот он прилипает. Что мне делать? Ну, я могу вытянуться. Ему невыгодно мне резать. Потому что будет Атари. Вот. Я тем временем могу сыграть такой ход. Но, правда, он ничем ему не угрожает. Просто защита от разрезания здесь. Да, вот он играет сюда. Все равно у меня есть защита от разрезания. И здесь, по-моему, я могу играть такой ход. Ага. Началась погоня за красным октябрем. Я тогда сюда. Он сыграет пасть тигра. И дальше я, наверное, буду атаковать верхние камни. Но они выживут без проблем. Просто ходом в Н3. Но он не спешит играть Н3. Хорошо. Что я получу с этого? Что я получу с этого? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, давайте усложним задачу. Что будет так? Он должен на таре ставить, по-моему, и соединяться. Вот. Теперь я могу сыграть вытягивание. Угрожаю сюда сыграть в будущем. Но у меня тут проблемка возникает. Небольшая. Так. Я пока могу, в принципе, сюда походить. И потом вообще вот так походить. И потом еще раз сюда походить. Он порежет. А, он не режет. Это очень странно. Я тогда заберу камень. У меня вот у этой группы сейчас будут проблемы. Да, они уже начались. Он сейчас будет, наверное, играть прилипание. И заберет ее. А, он не играет прилипание. Он играет такой ход. Так. Что тогда получилось? Как-то получилось не совсем, как я планировал. Почему-то хочется мне сюда сыграть. Давайте сыграем сюда. Так. Он сюда. Мы соединимся. Он отаре. Мы соединим. Спустимся. Потом. Ну, хана я не буду играть. А потом вообще мне надо доигрывать. Он отаре, я спущусь. Он спустится, я туда. И он просто хана. Да, мне здесь нужно доиграть. Давайте спущусь. Так. Он тоже спускается. Что нам делать дальше? Так. Раз. Потом я порежу. Он отойдет. Я сыграю отаре. По-моему, ничего тут не будет хорошего. Давайте я просто буду устроить очки сверху. Так. Прилипание это хорошо. Но я вытянусь. Он создает себе слабую группу. И вот что будет дальше? Потому что тут-то Адзи остается еще. То есть, я могу просто сыграть сюда. Он, наверное, тут кубарь-букую захочет сделать. Через хана. Да. Ну, хорошо. Я похожу сюда. Ага. Вот он выпрыгивает. И теперь... Что мне делать? Мне хочется сюда вот прыгнуть. Не давать ему соединяться. Он сюда. Я сюда. И что ты будешь делать? Тебе же надо доедать мои камни. Иначе... Да. Молодец. Понял. Вот. Ну и дальше я могу просто здесь... По-моему, вот таким ходом все убить. Или просто накрыть. Ну, давайте я лучше сюда похожу. Как он будет играть. Продолжит выбегание, наверное. Но я тоже вытянусь. Прилипание. Но я соединюсь. Продолжил он побег. Я делаю вид, что атакую. Но на самом деле я уже не атакую его. Потому что он убежал. Хотя подождите. Что тут можно еще сделать? Да. Вот он теперь убивает вот эти камни. Вроде как. Вроде как убивает. Вроде как убивает. Давайте я пока убежусь... Ну, сюда сыграю, в общем. Так. Это Сенте. Я должен ответить. Ну, это не страшный ход. А, он убегает просто. А если я спущусь? Я же могу спуститься. По-моему, это не работает за него. Хитрый план, конечно, но не работающий. И это что, он прицеливается в R5? Или в разрезании вообще? Такой ход. Так, что-то непонятно вообще, что происходит. Конечно, он здесь выживает, скорее всего. Ну, давайте проверим. Могу ли я что-нибудь сделать? Ага, он играет сюда. Да, тогда я, наверное, ничего не могу сделать. А если я вот такой ход сделаю, как он будет играть? Он ставит двойную отари. И я поставлю вот такой вот отари. Как он будет играть? Ну, конечно, это в минус частично. Я могу трешку потерять. Но он, наверное, просто сейчас закроет. Не поведется на этот маневр. А, повелся. Ну, тогда он все равно отрезает, да, мои камни. То есть, я поставлю отари. Он поставит встреч на отари. Я пробью. Он поставит отари. Я здесь поставить отари могу только. Ну, давайте хоть так. Да, он сюда должен играть. Дальше. Если я соединюсь, он просто пробьет. Поэтому я должен пробить. Он сюда. Я здесь могу тоже пробить бесплатно. Так, это сейчас не очень важно. Потом я могу вытянуться. Поставить отари. Ой, это ошибка. Мне теперь нужно играть сюда. Я не могу соединяться. Он порежет просто. Хотя, подождите. Если он порежет, я поставлю отари и его порежу. Снизу. Поэтому я могу так играть. Или нет. Или у меня, подождите, дыхания не хватит. Я сюда, и у меня будет раз, два, три, четыре. Он мне делает триги, я отари потом поджимаю. Ну, по-моему, я могу так играть. И что, кто из нас не прав? Блин, видимо, я не прав. То есть. Хотя нет, почему? Я прав. Я забираю. Это много. Ну, не факт то, что я выиграю, конечно. Вот засранец. Нашел ход. Я отари. Хотя, подождите. По-моему, не нашел он ход. Я соединяюсь. Что дальше? Ты хочешь сюда походить? Я тогда соединюсь. И у меня будет очень много степеней. Да, у меня все это работает. Его ход не сработал. У меня больше степеней. Но, опять же, не факт то, что этого достаточно, чтобы я выиграл партию. Вот в чем проблема. Потому что... Ну, вот он играет здесь. То есть он сейчас делает временные секи. Вот. Я здесь как бы соединюсь. Ну, у меня снаружи там много до хани. Тут он ничего не может убить. То есть его ход очень странно был. Это можно сказать минус. Да, дальше вот он пробивает. Я, наверное, здесь сыграю ханы. Потом отари поставлю. Он соединится, чтобы не было осложнений. И дальше я могу, по-моему, сыграть такой отари. Так, он сыграл сюда. Тогда я могу просто пробить. То есть я сверху взял нормальную очку. Хотя там Адзи остается, конечно. От вот этого отари. Адзи остался. Так, он пробивает. Что я могу сделать? Я могу, в принципе, здесь защититься. Это очень много. Давайте я здесь защищусь. Он играет сюда, я сюда и потом сюда. Так, на этот ход я блокирую. На этот ход я спуск. Теперь мне нужно, по-моему, сюда сыграть. Он вкинет, я пробью. Да, я могу играть сюда. Если он вкинет, я пробью. У него все равно проблем будет. Потому что у меня на одну степень больше. Потом я могу сыграть. Ну, вернее, он не будет вкидывать. Но я пока поставлю здесь Атари. То есть я Атари. Он вкидывает. Я пробиваю. Он соединяется. Нет, вернее, он ставит Атари. Или как? Я соединяюсь. У меня раз, два, три, четыре, пять. Пять. Он мне делает четыре. Я ставлю Атари. Он мне делает три. Я убиваю. Он мне делает два. Я успеваю сделать Атари. Поэтому да, все хорошо. Мне больше всего неприятно то, что я как-то здесь плохо у меня получилось. Да, я обязан добивать теперь все ходы форсированные из-за него. Да, я должен добить. Дальше. Мне нужно аккуратно сыграть. Ну, можно так, чтобы потом не защищаться. Я думаю, он Атари поставит. Почему? А, это уже не работает. Потому что у меня камень F2 есть. Он играет сюда. Я могу, в принципе, ткнуться. Он сюда. Я могу ткнуться сюда. И что? Он просто пробьет камень, наверное? Да, вот он просто пробивает камень. Так, у меня тут, в принципе, дыхание остается. Поэтому я могу смело сюда нажимать. Это Санте. Он играет такую защиту. Я, конечно, могу отделить, но проблема или нет проблемы. Давайте проверим. Я поставлю Атари. Атари, это же Санта. Ну, как бы, для Йоса. Да. Потом, если я порежу. Или я сразу сюда играю. Нет, если я сюда сыграю, соединиться. А вот если я порежу, это Санта. И что дальше? Он сюда. А, ну да. И дальше я ничего не успею. Хорошо. Ну, я хоть темп не потерял. И дальше, что еще можно тут придумать? Такой ход. Он Атари. Ну, ладно. Давайте я сперва сюда сыграю. Здесь тоже, вроде бы, минус одно очко. Он ставит Атари. Я соединюсь. Он проталкивается. Я сюда. Мне главное тут не запутаться никак. Так, на этот ход. Ну, давайте я отвечу на этот ход. Да. Теперь он прикрыл здесь. Я сыграю такой ход. Он, наверное, хотя не знаю, как он сыграет. Но может сюда сыграть. А, он может соединиться. И если я сюда, то он просто вкинет. Да, то есть. Ну, тут аккуратно надо быть. Ну, если он проигнорирует, ничего здесь не добавит, то я просто соединюсь и сэкономлю. Да, вот это очень хитрый ход, на самом деле, то, что он делает. То есть, мне надо ставить Атари теперь. Вот, закрылся. И что дальше? Ну, дальше можно сыграть что-нибудь типа того. Потом сюда. И мне нужно вернуться наверх. Например, так. Вот. И дальше у меня есть просто Атари. А, я еще должен добить. И больше, по-моему, не будет очков. Хорошо, я добью. Неужели я проиграл такую партию? Ну, похоже на то. У него очень много очков. Да, я проиграл. У него очень много очков. Хотя я убил 16. Может быть, очень близкая партия. Но все равно, я думаю, что проиграл. И за коми. Давайте посмотрим. Каунт. О, я выиграл 6,5 очков. Офигенно. Супер. Нет, у нас разбор будет. Спасибо. Так, давайте посмотрим партию эту. Значит, я играл, по-моему, черными. Да. Вот здесь, если бы он сыграл такой ход, то тут какие-то маневры. Я уже, честно говоря, не помню, как это все играется. То есть, тут был какое-то прилипание, ханы, подъем. Если он играет сюда, то можно играть сюда. И если он соединится, то будет что-то типа того. И он не может играть так, потому что я могу играть так, и потом так, и потом в лесенку забирать. В общем, какие-то маневры, сложности. Но он просто сыграл такой ход, и глобально он меня не может накрыть. Как бы. Ну, то есть, мне ничего не угрожает. Поэтому я вторгся. Взял пануки. И дальше могу здесь продолжать, потому что видно то, что стенка смотрит на нижнюю сторону. Вот он сюда. Я решил тут зажать. Дальше два прыжка. Потом было очень рискованно с моей стороны, как обычно. В частности, вот этот ход. То есть, здесь, конечно, он будет резать с этой стороны. И, по-моему, давайте проверим, и в какой-то момент мог все это увидеть. То есть, вот если он сейчас просто прыгнет сюда, то где у меня два глаза? Ну, наверное, он испугался, что я могу так походить. То есть, если бы я походил так, он повернет, я сюда, он сюда. Потом сюда. Предположим, сюда. Потом сюда. Предположим, сюда. Потом сюда. Да, какой-то ази есть. Может, я неправильно что-то показываю. Но, в общем, ход 2 сложно парировать. А если он просто отрезает, то я нажимаю просто. Я нажимаю, он забирает. Я захватываю камень, он вкидывает, я ставлю атари, он ставит атари. И я играю сюда. Он пробивает, я пробиваю. Он атари, я соединяюсь. И он тут не может убежать вот этим камнем номер один. То есть, моя группа выживет. Но выживет в мучениях, короче. Вот. А вообще, здесь, наверное, нужно было черным просто соединяться. Наверное, так правильный. Короче, я сыграл осознанно оверплей. Он его правильно наказал. Но дальше группа выжила моя. Дальше группа у меня выжила. Ну да. А мне надо было вообще соединяться здесь? Вот я не уверен. Если мой сын, тогда я соединяюсь. Что он может сделать? Сюда походить? Я поставлю атари. Он поставит атари. А, нет. Так он убьет. Ну, если он так поставит атари, то я выжил. А что если... Если он сперва поставит... Нет. Если он сперва поставит атари, то здесь будет бамба. А, подождите. Какая бамба? Это, блин, мертвая группа. Все. Это умирало. Поэтому правильно то, что я доиграл. Он порезал. Потом, значит, мы сыграли так. Здесь я могу играть так. И так. И, честно говоря, для меня было странно. То, что он... Видимо, и за лесенки он не сыграл Хана. Хотя... Ну, при чем тут даже лесенка? Если я порежу, он может вытянуться. Ну, какие-то адзи, в общем, есть против этой группы. И я думал, что, может быть, надо белому сразу как-то этим воспользоваться. Или хотя бы можно отпрыгнуть. Если черный как-то выпрыгнет, то белый очень комфортно получает такой ход в центр. Вот. И это уже крепкая достаточно структура. И можно играть как-нибудь так. Может быть, это его не удовлетворило. Но этот ход какой-то мелкий. Он, конечно, выбивает у меня базу. Но просто он оставил вот эти камни слабыми. Здесь я сделал какой-то обмен. Я думал, получится чуть-чуть другой. Я думал, он так поставил... Отсюда походит. Не снизу, а сверху. Вот. Я думал, я сыграю сюда. Подождите. Как было в партии? Я прилип, он сюда. Я сюда. Да, я думал, он сюда. Атари пробьет. Атари сюда. Вот. И потом какой-нибудь такой ход. Он, наверное, здесь поставит Атари. Я, наверное, соединил. Нет, это очень опасно за белых. Но он нашел простой ход, который работает хорошо за белых. Значит, потом я сам не знаю, зачем я сюда прилип. Тут можно было спокойно просчитать. У меня получилась очень какая-то плохая форма. И дальше мой оппонент очень странно поступил. Он не стал выручать эти камни. А вместо этого он просто поменялся. И вот эти камни очень маленькие. Потому что тут переконцентрация, как бы. А тут потенциал. Поэтому для меня странно то, что он все-таки воспользовался разрезанием таким. Вот. Ну, странно выглядит. Потом у нас, конечно, был дриплинг. Он хорошо вторгся здесь. Да. Прилип. Я тут не могу это убить. Он выскакивает. В итоге я начал атаковать вверх. И получилось почему-то у меня то, что я сверху взял очень много очков. Неожиданно. Но взял. Как-то вопреки всему. Вот. И здесь он вытянулся. Наверное, да. Это правильно. Я сюда. Я думал, что он порежет. Хотя, может быть, не имело смысла резать. Потом сюда, сюда. Пока все окей. Здесь, наверное, не нужно было. Хотя, почему не нужно? Ну, а почему нужно? То есть, эти камни он, по-моему, и так не спасет. Ну, ладно. Я сыграл и сыграл. Я просто хотел какое-то разрезание здесь найти. Какую-то вкидку. Чего-нибудь адзи. Но получилось, что он просто нарастил себе много степеней. Вот. Я сделал этот ход. Он прилип. Потом. И потом в какой-то момент. Как это называется? Да. Вот. То есть, перед моим прыжком. То есть, я думаю, в какой-то момент мне нужно было просто начать выходить. То есть, если я выхожу сейчас, он не может так играть. И он не может меня порезать. У него меньше степеней. Соответственно, раз он так играть не может, он тоже будет выходить. Я тоже буду выходить. Он тоже будет выходить. Я могу, как бы, продолжить его накрывать. Другой вопрос, что мне дает спасение вот этих камней. Ну, во-первых, я очки какие-то сохраняю. Во-вторых, сверху я уже очки получил. И в-третьих, белому еще нужно выживать. Ну, предположим, он здесь. Ему же нужно будет еще соединяться. Пусть он сыграет какую-нибудь красивую форму. Пускай я сюда. Он куда-нибудь сюда. Ну, в общем, я думаю, мне нужно было играть один и как-то пытаться все это убить. Потому что очки я уже взял. И просто я тут пропустил момент, когда нужно вытаскивать. А дальше получилось то, что я решил снизу играть. Потому что если бы... Я просто не увидел, как мне играть корректно. Если бы я здесь начал накрывать, то да, я его здесь поймаю. Вот. Но дальше была бы, извините, была бы кубарьба. Я бы здесь, конечно, пробил. Но у него есть по угрозу, конечно. У него есть по угрозу. Предположим, он нанес ку-угрозу где-нибудь и ответил. Он пробил, я соединился. Он сыграл сюда, я сюда. Он сделал себе глаз. И потом у нас продолжится вот такая кубарьба, да? Может быть, так нужно было играть. Может быть, да. Потому что как-то за него хорошо получилось то, что он убежал. Еще вот эти камни. Но эти камни он захватил по моей вине. Потому что вот этот ход, конечно, был очень... Как это называется? Импульсивно. Мне просто нужно играть сюда. Мне нужно играть сюда. Ему нужно продолжать выбегать. И за то, что у него здесь будут очки, я не беспокоюсь. Потому что у меня здесь есть камни. То есть, я могу просто здесь как-нибудь сыграть в кость тигра. И все. У него здесь не будет очков. Очень комфортно. Но проблема в том, что он может порезать. Он может порезать. И... Тогда, наверное, я просто здесь соединюсь. Сюда. Он сюда. Я, наверное, поставлю Атари. Он поставит Атари. Я соединюсь. Он сюда. Я сюда. Он как-нибудь так сыграет. Я Атари. Он сюда. Я соединюсь. Вот, что если бы было так? Что если бы было так? Примерно как по очкам. Примерно по очкам поровну. Блин, я думал, у меня много очков наверху. Вот из-за этого прорыва все. Это очень большой прорыв. Я его не увидел, когда начал показывать этот вариант. Прорыв я не увидел. Ну, близкая партия, получается. Ладно. Тогда я не понимаю, как я вообще выиграл эту партию. А, я выиграл, потому что вот эти камни убил. Все. Тогда логично. Да, здесь мои маневры не получились. Вот. Но здесь у меня все работает. Да, пока все правильно. Ну, и дальше, по-моему, ничего уже не было. То есть, дальше чисто Йоса. Он показывает плюс 26, потому что он не умеет считать такие позиции. Но, допустим, мы здесь добавим какой-нибудь ход. Вот такой обмен. И нам примерно нужно знать. Примерно получается черный выигрывает 17 сачков. Но в партии получилось всего 6,5. Ну, окей. Близкая партия. Я думал, что, честно говоря, проиграю. Потому что по конечному рисунку я не понимал. Ну, мне сложно было. Вот на вскидку мне показалось, это много, это много. И в центре много. И еще снизу есть. Плюс коми. И, конечно, на доске белый выигрывает. Но потом я увидел, что у меня намного больше убитых. И, в принципе, допустил то, что партия близкая. Поэтому, ну, опять же, это на вскидку. Я же не считаю во время партии территорию. Вот. Тогда, наверное, все. Спасибо за внимание. И до новых встреч.